Добрый день! Мы на очень популярном техническом канале, канале компании Autostrong. Мы продолжаем работать с вашими комментариями и сегодня мы разберем нестандартный трехцилиндровый двигатель от Volkswagen 1.4 TDI. В 90-х годах компания Volkswagen продвигала свои моторы с насос-форсунками и королем был V10, который вышел в 2002 году. Кстати, мы уже рассказывали о двигателе с насос-форсунками от Audi. Кликаем по ссылке и смотрим. Сегодня мы разберем младший трехцилиндровый двигатель 1.4 TDI. Кстати, самый маленький объем у двигателя с насос-форсунками 1.2 TDI. Этот двигатель был создан путем отсечения одного цилиндра от двигателя 1.9 TDI. Оба мотора относятся к семейству EA-188, созданного на основе легендарных моторов EA-180. 1.4 TDI устанавливался на Audi A2, Škoda Fabia, Škoda Rumster, Volkswagen Lupa и Volkswagen Polo. Наш двигатель с Volkswagen Polo 3 2002 года. Несмотря на облегченную и вместе с тем усложненную конструкцию, двигатель 1.4 TDI получился весьма надежным и не капризным. Моторы проходят по 300 тысяч километров без проблем. Рекордсменами являются моторы, которые прошли аж 700 тысяч. Но болячки у него есть и весьма дорогостоящие, о которых мы сегодня и поговорим. Сложность любого трехцилиндрового мотора заключается в том, что его поршни не работают в противофазе. То есть три кривошипа расположены на расстоянии 120 градусов. Поэтому, чтобы уравновесить силу инерции трехцилиндрового двигателя, его обвешивают балансирами и противовесами. И вот первый противовес, который мы видим. Расположен он на шкиве ремня навесного оборудования. Кроме того, противовесы у него на коленвале и на балансирном валу. Мы вам скоро их покажем. А на маховике такого двигателя применяется инерционный гаситель. Это впускной коллектор с нашего мотора. Здесь установлен клапан EGR. Он вакуумный. Какие могут быть проблемы? Вакуум может убегать. Также может заклинивать заслонка. Если оценить состояние EGR, то он в принципе чистый и не закоксованный. Поэтому мотор жил наш хорошей жизнью. Вакуумный насос создает вакуум и подает топливо. Топливо подается через распределительную трубку. Вот это отверстие к форсункам. Топливо из распределительной трубки смешивается с топливом, которое поступает из обратки. Из обратки топлива горячее. То есть оно подогревает топливо, которое поступает из распределительной трубки. Чтобы форсунки получали равное по весу количество топлива. Для реализации давления впрыска аж в 2000 бар в приводе ГРМ используется звук. Зубчатый ремень шириной 30 миллиметров. В зубчатый шкив коленвала встроен инерционный гаситель, который служит для подавления вибраций. Он вдобавок еще и составной. Снаружи зубчатый венец, внутри ступица, которая сидит на хвостовике распредвала. Как работает двигатель с насосом с форсунками? Первое. Здесь нет насоса высокого давления и давление впрыска формируют сами форсунки. Распредвал давит на вот это коромысло. Коромысло в свою очередь давит на форсунку, создает давление и подает топливо в цилиндры. Обратите внимание на ширину кулачков распредвала и ширину ролика коромысла, которые давят на форсунки. Они массивные и в случае, если вы используете некачественное масло, либо не вовремя его меняется, здесь идет повышенный износ. Но в данном случае на нашем моторе износ коромысел и износ кулачков распредвала отсутствует. Это наш насос форсунка. Она очень даже отличается по виду от форсунок, который используется в топливных системах Common Rail. Это планка, которая держит форсунку. Выглядит это примерно так. Так как давление здесь очень большое, то со временем эта планка, так как она с одной стороны, разбалтывается. И форсунка начинает гулять и разбивать посадочное место. Во втором поколении двигателей TDI эту проблему исправили. И форсунка крепится с двух сторон. Когда форсунка разбалтывается, то топливо попадает в головку блока и поддон. И здесь мы уже видим выработку в посадочных местах форсунок. И, к сожалению, это очень частая болезнь этих двигателей. Мы сейчас упакуем эти форсунки и они будут вас ждать где? В АвтоСтронг. По состоянию цилиндров. На одном из цилиндров мы заметили небольшую ржавчину, на остальных цилиндров ее нет. Хон присутствует, но, к сожалению, не такой, как хотелось бы. Задиров у нас нет. В картере находится вот такая конструкция, то есть маслонасос, один балансировочный вал, противовесы, два на балансировочном валу. И вся эта штука приводится в движение цепью, которая соединена с коленвалом, и все это вращается со скоростью вращения коленвала. Кроме того, на первом и третьем кривошипе установлены противовесы, и без всей вот этой сложной конструкции двигатель трехцилиндровый будет работать с большими вибрациями. И вот вся эта конструкция является больным местом нашего двигателя. Так как трехцилиндровый двигатель работает с большими моментами инерции, эта цепь просто растягивается. Кроме того, звездочка, которая установлена на коленвале, может проскочить и начать прокручиваться по отношению к коленвалу. Таким образом, маслонасос не будет работать и наступят очень печальные последствия. Бытует мнение, что проблема с этим узлом возникает только при частой городской езде, то есть при череде разгонов и холостом ходе. У немцев это все ходит прекрасно. Продолжение следует... По состоянию поршней, графитовое напуление с минимальными потертостями, маслосъемное кольцо не закоксовано, компрессионные кольца не залегли. Присутствует поверхностный износ шатунных вкладышей. А коренные вкладыши у нас с износом. И первый раз у нас такой маленький коленвал. Здесь присутствует потертость на коренной шейке, но в принципе с такой потертостью еще ездить и ездить. Сегодня мы разобрали очень маленький, но в то же время сложный двигатель. Поговорили о его проблемах и, к счастью, не все они обнаружились. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить большой палец вверх. Подпишитесь на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти. И помните, с вами была компания АвтоСтронг.